Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный, а в студии Андрея Макарова. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Начало года на пожары ИЧС столичные спасатели совершили более 2600 выездов. За это время на пожарах погибли 10 граждан. 41 человек, в том числе один ребенок, пострадали. В ходе боевой работы были спасены и эвакуированы из опасных зон 1950 человек. А сейчас о том, какой была ушедшая неделя для столичных жителей. Минск чрезвычайный. Начало недели выдалось относительно спокойным. Серьезных по своим последствиям происшествий в городе не зафиксировано. А вот в среду около полудня, вероятно, короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в подвале пятиэтажки на улице Ландера. Оперативно прибывшие работники ИЧС ликвидировали загорание. Огнем повреждено имущество на площади 10 квадратных метров. Дверной блок, а также закопчен подвал. Никто не пострадал. В четверг около трех дня на развязке МКАД с улицы Мазурова столкнулись легковой автомобиль дачи Логана и микроавтобус Peugeot Boxer. Пока участники ДТП ждали сотрудников ГАИ, в один из автомобилей влетел грузовик МАЗ, который практически полностью смял седан. Обе машины от удара загорелись. Тушили возгорание спасатели. В результате ДТП пассажир Логана погиб. Из покореженного авто его деблокировали работники МЧС. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы. Минск чрезвычайный. В пятницу вечером на стройплощадке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран. Через несколько минут на место ЧП прибыли спасатели. А это сразу несколько боевых расчетов. Они отключили подачу напряжения к строительному крану и оперативно потушили огонь. Никто не пострадал. Причину этого ЧП сейчас выясняют специалисты. Предполагается, что к пожару могло привести короткое замыкание электропроводки. В субботу вечером работники МЧС спасали мужчину, застрявшего в болотине. В службу 101 28-летний мужчина позвонил сам. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили его на расстоянии 350 метров от твердого грунта в болотистой местности вблизи реки Свислочь. Работники МЧС в гидрокостюмах вытащили пострадавшего. С общим переохлаждением его госпитализировали. По предварительным данным, он был не трезв. Минск чрезвычайный. Сразу три пожара произошли в столице в минувшие выходные. В субботу на улице Мястровская горела квартира на втором этаже 22-этажной высотки. В момент загорания там находились 30-летняя женщина и двое ее детей 6 и 4 лет, которые до прибытия подразделения МЧС самостоятельно покинули жилье. Работники МЧС с горящего и вышерасположенных этажей эвакуировали 25 человек, в их числе пятеро детей. К счастью, пострадавших нет. Огнем закопчена квартира, повреждено имущество. Среди рассматриваемых версий пожара детская шалость с огнем и короткое замыкание электропроводки. В воскресенье ночью пожар случился в квартире на первом этаже пятиэтажки по улице Убаревича. Через окно по прислоненной штурмовой лестнице был спасен 40-летний мужчина, который лежал в горящей комнате на диване. Его с отравлением продуктами горения и ожогами тела госпитализировали в больницу. Из соседней комнаты работники МЧС спасли еще одного мужчину 59-го года рождения. Он не пострадал. Пожар был оперативно ликвидирован. В квартире повреждены постельные принадлежности, диван, закопчена комната. Причина происшествия устанавливается. Предполагается, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при курении и пострадавшем. Минск чрезвычайный. Ветером этого же дня пожар произошел в квартире девятиэтажки на улице Селицкого. Из коридора горящего жилья работники МЧС спасли 54-летнюю мать хозяев квартиры. Женщина была дозориентирована. С отравлением продуктами горения она доставлена в больницу. Из вышерасположенных квартир огнеборцам пришлось эвакуировать пять человек. В результате пожара повредено имущество в жилой комнате, бытовая техника, межкомнатная дверь, оконный блок, закопчена квартира и лестничная площадка. Предполагается, что причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем, а именно оставленная без присмотра горящая свеча. О происшествиях на сегодня все. В заключении хочется напомнить о том, что меньше месяца остается до новогодних праздников, и праздничное настроение уже витает в воздухе. Однако для работников МЧС это напряженное время, ведь на прилавках появляется большое количество всевозможных пиротехнических изделий. А проблемы травм, связанных с этим популярным видом новогодних развлечений, с каждым годом меньше не становится. С целью предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий 4 декабря в столице стартовала республиканская акция «Безопасный Новый год». Вплоть до 28 декабря работники МЧС будут обращать внимание граждан на необходимость соблюдения основных правил безопасности при покупке и запуске пиротехнических изделий. Кстати, праздник можно провести весело и незабываемо и без этих опасных развлечений. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!